Это зарядка такая, безусловно. Таким образом, если правильно произносить фразу, например, не говорить «Where are you from?», как в Египте, «Who are you, my friend?», то есть не разговаривать, как робот, тогда фразу можно освоить. Но общий принцип я вам уже пояснил. Структурируем один раз русский, одного раза достаточно. Это если без моих материалов, вы просто сами это делаете. Дальше. Структурируйте английский, а потом пытайтесь максимально глубоко разобраться в фонетике. Вы не можете, афаэпи, вы не можете наплевать на фонетику. Вот не можете. То есть вы должны дальше, любым способом, с шестого или без шестого, разобраться в фонетике. Когда вы в состоянии правильно произнести слово и фразу, повторить по образцу, не самостоятельно, самостоятельно это вообще высший пилотаж, это вас уже можно на Бродвей. Если вы кому-то театралку закончили, если вы сами знаете, как правильно сказать, а не по актерскому образцу, то есть мы работаем по актерским образцам, записям, до тех пор, пока сами не научились, не вышли на уровень не актерский, но нормальный человеческий. Но нужно обязательно равняться на актерский уровень. Он настолько так сильно отличается от того английского, который преподают преподаватели, как черно-белое кино от цветного, до такой степени, как чижик-пыжик от апассионаты. Невероятное количество отличий. И это можно адсорбировать, если понять базу артикуляционную. То есть, what should I go to do? Тут двигать нечем. Что ты собираешься делать? Но отдельно идет шикарная артикуляция. What are you? Do you go in me? To do you do? Но так никто не говорит. Поэтому, как вы уже примерно поняли, люди разговаривают и неправильно слитно, и неправильно раздельно. Потому что правильно раздельно разговаривать очень сложно. That's, that is really hard to speak with words placed, spoken separately, separately. That is real hard. Real hard. That's why мы берем, и мы обязаны научиться отдельно произносить слова. Слова находятся, слова отдельно, тут ребята из Ельского университета выясняли, мощное исследование проводили. Слова отдельно находятся английским. Находятся в своей ячейке. Например, там слово Apple, или слово Ability, или слово Beautiful. Они находятся отдельно в своих ячейках. Такие домики с дверками. Фразы тоже находятся. Фразы, у них большое количество фраз, это тоже слова. То есть они отдельно не существуют и смысла не несут. Они тоже находятся правильно произнесенные в отдельных домиках. Третий вариант речи, это тот, который пытаются освоить иностранцы. Но он не главный. Общение идет словами из домиков, если четко, красиво говорить, и фразами из домиков. А составные, составлять фразы по ходу разговора, англоязычные не в состоянии. Они в основном разговаривают штампами. Штампами, именно фразами из домиков. Они их выучили как отдельные слова. Например, I'm a home. I'm a home. Я собираюсь домой. Все. Это фраза из домиков. Вот эту фразу нужно сделать своей. Иностранцы-бедолагу учат составлять слова по одному. Это за этим, это туда. Используя слова, название терминов герундий, это причастие настоящего времени, какой-то бред. Здесь нужно сказать present perfect. Иностранец говорит present perfect. Безобразно проговаривать слова, буквы, фразы. Все безобразно. То есть кривое зеркало. И вала никакого нет. То есть даже через вал, чтобы звуками наполниться с помощью рта. Получить представление о звуковой системе, чтобы к ней потом постепенно двигаться. Даже такого вала нет при обычном любом обучении. Вот просто воспроизведите, вспомните, о чем говорят мои коллеги. Вот насколько кардинально то, что я говорю, да, как просветитель, насколько кардинально, и журналисты и тому подобное, широкого профиля по всему образованию, насколько кардинально это отличается. Я изучил все, что происходит в этой сфере. Все. Я не вижу никаких нормальных способов обосвоения. Первое. Структура. Чередование. Вал. Детализация. Детализация – это вхождение в курс. Более детальное пояснение себе, уяснение того, как слова произносятся отдельно и вместе. И потом, на базе того, на базе того, что вы выяснили, как такое слово или фраза произносится, уже уточнение значений этого слова или фразы. Уточнение значений, прибавление все большего и большего количества значений и способов употребления в разных ситуациях. В английском языке 400 слов – это английский вульгат. Это на базе этого языка группировка, так называемая Шекспир, начала пытаться построить нормальный европейский, еще один германо-романский язык. И до конца не смогла это сделать. Таким образом, все старинные слова, скотоводческие, простые, племенные, молоко, мясо, череп, ну не знаю, вот такие слова, это все, ложка, ложка, это старинные слова. Это есть английский вульгат, ходить, прыгать, бегать. Народ так и продолжает разговаривать на английском вульгатах. То есть он просто строит, как в китайском, из этих слов строит новые иероглифические конструкции. Это и есть те самые фразы, которые хранятся в отдельных домиках. Ну, например, сейчас напишу вам. Сколько лет, сколько зим. Как вы можете эту фразу составить? Сколько лет не виделись. Посмотрите, это бредовая аграмматическая конструкция, антиграмматическая. Долгое время не видеть. Ну, правда. Как это можно построить? Это никак нельзя построить. Это нужно просто загнать в домик. Для того, чтобы загнать в домик, есть стимул. Сделать фразу своей. Мы берем фразу и произносим ее по актерскому образцу до тех пор, пока Станиславский не говорит «я вам верю». Вы действительно ведете себя, как Анна Калинина. Мы говорим до тех пор, пока мы не в состоянии, это правдоподобно, уже не по образцу, а выключив образец, посидев, самостоятельно воспроизвести фразу на уровне, на котором мы ее только что отрабатывали по образцу. То есть, небольшой какой-то паузой, чтобы загнать ее в долговременную память. Long time, no see. Ну, к примеру. Или фраза. Как вы собираетесь ее построить? Вот, грамматически, на секундочку. Вот все эти рассказы, рассказы грамматистов, да, всех товарищей там, да, моих старых, давно известных мне товарищей или знакомых, там, господина Эриленталя, Петрова. Постройте фразу «how come». Никак. Никак. То есть, по грамматике построить 90% фраз невозможно. Они находятся в отдельных домиках и постепенно там накапливаются. Домики, количество домиков в голове носителя языка расширяется. Так вот, они туда попадают, когда носитель языка, правдоподобно, по каким-то образцам, которые он все время слышит, это сам проговаривает, проговаривает и учится ситуативно, это правильно проговаривает. В конкретной ситуации, тогда образуется домик. И он всегда, когда возникает ситуация похожая, всегда открывает рот и всегда одно и то же говорит. Ну, как Коля или Костя говорил в рассказе Иоанна Чучехова, каждый там, не знаю, каждый вечер или каждую неделю там собирались на вечеринку, и он говорил, выходил и говорил, «Умри несчастная». Ну, вот фраза. Вот как эту фразу сделать своей, об этом и идет речь в моем курсе, который я долго создавал. Это заочный курс, он называется «Small Talk». Тjalан. Умрица. Я не могу.